продолжаем внешне силовое воздействие здесь простое слово простое понятие наезд сейчас мы разговариваем и это часто применяют для того чтобы подключиться начинается обвинение какой-то и вот это власть понятие власти есть же швить структурная власть государственная и так далее дисциплина требования внешне обычно но когда человек с которым вы общаетесь скажем так посторонние а у него начинается это властное поведение напишите властное поведение это очередное подключение здесь если человек начинает поддаваться он начинает входить взаимодействие также начинает реагировать система какая-то вы даже не понимаете почему на вас наехали или да или понимаете вы сделали какое-то действие которое просто говоря вам самому неудобно неприятно но кому совесть есть у человека и вот он где убийство и тут другой начинает не помогать вам а наезжать но он ставит вас зависим то есть здесь зависимость это вот метод давление еще раз подчеркиваю что это все взаимопересекается может применяться одновременно либо последовательно либо совокупности зависимость далее пси-воздействие здесь тоже более профессиональное профессиональный метод пси-воздействие не то что называют опять программирование принуждение человек попал в зависимость контроль движений вот именно контроль движений опять же есть контроль как те же самые правила движения когда устанавливается порядок когда ваше движение начинают контролировать те кто собственно не имеет права контролировать вот тут уже надо обратить на это внимание ты не так делаешь куда ты ограничение развития это может быть и ограничение развития это может быть и проявляться на информационном уровне когда внушают человеку что ты не можешь дальше больше ничего и это может быть в прямом ты никуда не пойдешь прямой шантаж прямой шантаж ну вот вам игровой шантаж и прямой шантаж думаю смысл понятен да только что мы говорили ты никуда не пойдешь если пойдешь значит не получишь что-то особенно вот с детьми когда так ведут а потом дети вырастают такими шантажистами скажем так но это вампиризм зависимость в выборе то есть зависимость вы написали но еще напишите зависимость в выборе когда человек оставят не дают ему свободу выбора а начинают вот какую-то интригу когда внутреннее скрытое управление перетекает во внешнее здесь примеров можно приводить множество жизнь такая у всех достаточно была насыщенная способы исключение выбора ну только что мы говорили зависимость от выбора и какой способ применять исключение выбора ты не можешь потому что у тебя нету средств возможностей ну все то есть это такие властное поведение прямой навес уже установка идет и она опять же может притекать из такого мягкого поведения мягкой подачи информационной до уже пси-воздействия ты не можешь уже напряжение у человека вызывают тоже напряжение напряжение мы помним понижает частоту вибраций напряжение сжимает энергия уже не течет свободно и начинает тормозиться торможение это понижение частоты вибраций низко частоты подавление личности личность это внешнее отражение человека ну в любом случае ему говорят ну ты же выглядишь несоответственно тому что ты хочешь у тебя нет этих знаний у тебя нет соответствующего внешнего вида ну и вот оно перетекает и тут же исключение выбора и подавление личности подчинение мы говорим о прямом силовом воздействии и опять же есть начальник скажем так который обязывает выполнять не будешь выполнять будешь уволен скажем так но есть не начальник а есть тот кто пытается поставить зависимость наехал у человека произошло взаимодействие на подобных частотах одна тема была произошло соединение энергия темного проводника уже проходит и у человека уже нету выбора эта энергия его тянет и просто заставляет эта информация проходит ему уже внушается ему хочется делать то что он еще минуту назад вообще отрицал и здесь он уже совсем другой человек раз так глазки брус изменились уже по другому взгляд все уже другое состояние человек уже зависит ну что он согласился с тем что на него наехали а чем он согласился с тем что эту тему он поддержал просто не надо уметь во время останавливаться то есть прямое подчинение вот это там где оно не должно быть вот так же и в различных структурах различных систем эгрегоров есть то подчинение которое останавливает творческое развитие человека то есть допустим коллектив это многие вот проходили я тоже проходил где соединялись душевные творческие люди начиналось развитие затем подключался темный эгрегор потихонечку руководителя подключал и начинал создавать вот это ненужное ограничение развития различными способами мы их рассматриваем и начиналось уже подчинение которое не соответствует изначально системе когда человек пришел он ему дает свой ум и творческого развития а потом он раз 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 так и ограничиваешь все и человека плавненько перевели на привитие денег карьеры будешь вот работать так как сказано вот получишь надбавку получишь повышение и оттуда надо бежать порабощение как бы далеко у нас от рабовладельческого строя но капиталистический строй вот он сейчас разрушается это система капитализма во всем мире она стала нерентабельна это это на самом деле порабощение демократия она где возникла в древней Греции получается такая картина что человек отдающий себя процессом различных различного развития активно участвующий имеет право голоса право допустим на выборах такой же как попросту говоря энерговампир потребитель не желающий никак участвовать использующий для себя это демократия а кто это такие люди это вот это низкочастотная масса людей которым управляют темные грейдеры и никакой демократии в этом понятии которое звучит нет демократия это рабовладельческий строй и капиталист он и приводит к закрепощению и порабощению человека причем это воздействие идет на сознание людей не внешне внешне вроде все благопристойно а постепенно в сознание внедряются некие споры информационные которые разрастаясь сознание это неотвеченное понятие это структура данного человека мы ее изучали неоднократно и потом человек становится раб своих желаний как говорят в него они внедрили эти программы желания он их поддерживал и сознание и тело и клетки и тела уже пропитались и человек уже не может по-другому вообще как-либо поступать все здесь очень глубоко поэтому капитализм 200 лет вот так активно развивался в основном на самом деле за вон захват территории захват ресурсов в этом только и было развитие капитализма когда передел мира произошел начинается деградация что видно по состоянию общества капитализма и так же к нам капитализм пришел так как это изобилие опять переключение внимания на внешнее а люди попадают в рабскую зависимость и приоритет внешней силы не просто внешнего материальных тех же самых благ перед душой своей перед сутью своей а мы же рассказываем как становится человек темным проводником его же вот произвели различные действия различных сочетаниях по-разному рассматривать любые сочетания и все и человек уже подчинился и если он по сути своей активной энергетик или информатик он имеет возможность воздействовать на других ему это заложили для его развития а его затянули и сделали темным проводником и вот как он становится не хотел я же неоднократно говорил множество мастеров восточных систем они стали темными в прямом смысле низкочасто энергетика и они используют энергию людей темные грего которых ведет аура заполняется этими энергиями и он выглядит ну как обычный наполненный энергии человек экстрасенсы вот так увидят темный грего не увидит сущности темных не увидит есть только видение на каузальном плане и возможность видения того настоящего что происходит так что вот этот приоритет внешней силы когда начинают внушать и говорить что ты сейчас карьеру сделаешь и ты сможешь починить себе людей и это будет твориться не в прямом контексте сначала а потом уже в прямом человек становится темным проводником для него это нормально подчинять других людей для мы же говорим о бояга на самом деле темным проводник это гипертрофированная программа это только для себя все что он не делает он выстраивает все так чтобы в первую очередь получить себе поток внимания а это энергия это возможности охватывания больше территории некий ареал каждый темный григород создает вот этими силовыми внутренними скрытыми действиями внешними мы начали с наезды это очень часто применяется часто даже среди тех же самых родственников применяется такой метод человек приезжает и говорит ой что ты так плохо выглядишь что ты такой худенький или наоборот что ты так нездоровый румянец так это мягко переключает на внешний начинает раскручиваться тема идет обвинение напишите обвинение здесь обвинение и себя обвинение других других и себя обвинение не винить никого ни себя ни других заповеди таких идущего обвинение в чем то же самое наезд а это подключение через ничего просто так не происходит вопрос есть что-то рассмотреть можно можно записать некий итог вот выписал как опыт долгого скажем так проживания ведущим групп своих изысканий видение того что диагностика узального тема так далее то есть к чему приводят все эти методы первое это подключение своему эгрегору то есть тот кто применяет эти методы на самом деле подключает тому эгрегору правильником которого он является человек хочет вырваться из какой-то атмосферы пространства которым он удерживается родовыми социальными контактами скажем так на это привязку но его постоянно применяя к нему эти методы он поддается и он удерживается далее стягивание энергии души самого человека человека сути сущностной внутри его просто стягивает вот туда вниз нижний астрал темная эгрегор и его место занимает постепенно процедируется уже темная сущность третье это инвальтация это вот и есть инвальтация то есть есть процесс стягивания а есть уже процесс внедрения инвальтации ну и последний скажем так итог это уничтожение других и себя то есть темные проводники уничтожают других и себя это как раковая клетка которая хочет жить захватывать территорию большую неосознаваемые неосознаваемые главные нет осознаваемые естественно что тем самым она уничтожает своего носителя вот так вот методы разобрали еще раз причем разбирать ментальные матрицы человек чего не состоят в дальней ячейки да вопрос ну так как такое поведение практически повсюду происходит в той нуля степени а вот формы поведения когда ну мы это видим чувствуем как бы есть активный как янский или иньский ну как как реагировать в таких ситуациях на самом деле мы это уже все разбирали когда разбирали понятие служения сознание состояние такие три состояние сознание служения если человек идет в потоке высокочастотного эгрегора он мир воспринимает интуитивно чувственно без ума без программ воспринимает ощущениями тела его тело уже реагирует и вот этот поток которому он отдал он его поддерживает сам человек не сможет сопротивляться на человек перед эгрегорами без защиты когда когда он сам и вот здесь мы не изучаем конкретные действия это как тай-чи на тебя идет воздействие какое на воздействие идет вниз значит ты вниз пропускаешь сквозь через себя этот поток идет вверх значит вверх в сторону значит в сторону и ты просто реагируешь телом ощущениями чувственном состоянии насколько все это наработано поэтому мы изучаем эти разные приемы а опыт опыт ну там может быть разные результаты но это не важно результат не важен на пути процесс важен важен процесс поэтому я не могу ответить что как себя вести мы это просто изучаем практика подтверждает — — Субтитры сделал DimaTorzok